Обеспечить энергетическую безопасность Украины В то же время уже в этом месяце стокгольмский арбитраж может вынести первое решение по иску нефтегаза к Газпрому по газовому контракту, который в 2009 году согласовали Путин и Тимошенко. О перспективах этих дел и о том, как укрепить энергетическую безопасность Украины, говорим сегодня с нашим гостем. Это народный депутат Украины, член комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Наталья Кацер-Бучковская. Приветствую вас. Добрый день. Украина и Польша подали иски в связи с тем, что Еврокомиссия предоставила Газпрому больший доступ к газопроводу АПАУ. Какие перспективы этого дела? В первую очередь я хочу сказать, что на самом деле одним из основополагающих принципов функционирования рынка газа Европы является конкуренция и распределение добычи и транспортировки газа. Соответственно, на европейском сообществе действует третий энергопакет, который предусматривает, что не может компания, которая добывает газ, быть и транспортирует его. То есть монополизировать рынки. И в связи с этим возможное увеличение объема транспортировки Газпрома путями использования АПАУ нарушает именно третий энергопакет. И это основные требования Польши и Украины в этом иске. Я думаю, что перспективы Украины и Польши в этом иске достаточно позитивные, потому что фактически иск подан в соответствии с европейским законодательством и он соответствует третьему энергопакету и в соответствии с принципами четвертого энергопакета. То есть для того, чтобы понимать политическую основу этих исков и желание России обойти Украину разными путями, надо понимать, что с 2014 года Украина начала глобальную реформу, масштабную реформу рынка природного газа. И в первую очередь Украина смогла достичь, диверсифицировать поставки газа, создать конкурентные условия на рынке газа и, соответственно, закупать газ в независимых поставщиков с разных европейских стран. И здесь вопрос не только в безопасности поставки, но и в вопрос в рыночной стоимости газа. То есть мы сейчас покупаем газ в 2,5 раза дешевле, чем это было предусмотрено в контракте, подписанном Юлией Тимошенко. Поэтому этот вопрос – это вопрос конкуренции, безопасности и цен. Вот как раз вот этот вопрос рассматривает стокгольмский арбитраж, уже на этой неделе должно быть вынесено решение. Как вы думаете, в чью пользу оно будет? Собственно, я не могу предусмотреть решение, но, тем не менее, требования нафтогаза, они очень убедительные и, опять-таки, базируются на европейском законодательстве. Соответственно, требования нафтогаза заключаются в том, что, соответственно, «Газпром» злодпотреблял своим монопольным положением на рынке. Соответственно, это влияло на цену. Вы можете судить сами, что по подписанным контрактам Тимошенко у нас мы закупали газ в одного поставщика «Газпрома», где-то приблизительно 450 долларов за тысячу кубометров. Сейчас Украина закупает плюс-минус 170 в зависимости от рыночной цены в разных европейских поставщиков. Соответственно, это вопрос злоупотребления монопольным положением и рассматривается, соответственно, как один из вопросов. Вопрос транспортировки. Были подписаны долгосрочные контракты на транспортировку газа украинскими газотранспортными системами. И, соответственно, «Газпром», опять-таки, являющись монополистом, он недозаполнял те объемы, которые он законтрактировал и которые он взял на себя обязательства. Соответственно, это такие два основных положения этого иска, и они юридически обоснованы, поэтому команда украинской стороны работала очень долго. Это уже больше, чем полтора года длится этот процесс. Соответственно, мы ожидаем положительный результат этого процесса. Может ли Украина до 2020 года нарастить собственную добычу газа до 27 миллиардов кубометров? Да. В первую очередь я хочу сказать, что вопрос о негротической безопасности для нас критичный. В связи с ситуацией, которая сложилась с Россией, соответственно, сейчас мы не можем надеяться на одного поставщика газа. Для нас должна быть безопасность поставки, диверсификация и цена. Соответственно, первый сложный вопрос – это диверсификация и создание конкурентного рынка на территории Украины. Второй вопрос – это увеличение добычи. По оценкам разных экспертов Украины, Украина есть запасы более 1 триллиона кубических метров газа. Соответственно, этого достаточно, чтобы обеспечить себя, возможно, даже быть импортером газа, как Украина была в 70-х годах. Но сейчас речь о том, чтобы хотя бы обеспечить свои собственные внутренние потребности, поскольку этот украинский газ – это и рабочие места, это ниже цена. И, соответственно, нет необходимости закупать разных поставщиков. Поэтому я думаю, что это абсолютно реальный план украинской компании «Укргаздобыча». Это их план достичь таких показателей. Единственное, что надо – это улучшение налоговых условий, привлечение инвесторов в добычу газа. Снижение ренты? Ну, вот парламент снизил в прошлом году ренту с 54,29% до 29,14%. То есть, в принципе, это неплохая рента, это хорошие показатели ренты. Но, тем не менее, Украина в связи с экономической ситуацией, в связи с конфликтом на востоке Украины, она не сильно есть привлекательной для инвестора. Поэтому нужно создать еще более привлекательные фискальные условия работы компаний-инвесторов в Украине. Также очень важно, соответственно, создавать и находить союзников в регионе. То есть, Украина, она по своей природе, по своему графическому положению, очень важная составляющая региональной безопасности энергетической. Соответственно, у нас самая большая газотранспортная система. У нас, соответственно, есть возможность для создания газового хаба, который даст возможность увеличить конкуренцию на региональном рынке. А такие проекты, как Nord Stream 2, они, во-первых, не экономически обоснованы. Это исключительно политические проекты в ответ России на реформу рынка природного газа в Украине, соответственно. И строится для того, чтобы уменьшить транспортировку через территорию Украины, в первую очередь. Во-вторую, чтобы увеличить зависимость европейского региона от одного добытчика и одного, фактически, собственника газотранспортных систем. Это, в принципе, противоречит третьему энергопакету, и поэтому этот проект он еще не получил. А как Украина может себя защитить от этого проекта строительства Северного потока дна, который идет по дну Балтийского моря, в обход Украины, Польши и Литва, Латвия, страны Трибалтики, тоже, надо сказать, против его строительства? Во-первых, все понимают, что это политически обоснованный проект в ответ на один из инструментов гибридной войны против Украины. Во-вторых, пять компаний, больших европейских компаний, которые изначально хотели принимать участие в этом проекте, они на данный момент отказались, потому что они понимают высокие риски этого проекта за политизованность и также экономическую нецелесообразность строительства еще одного. То есть и так достаточно мощностей для транспортировки, то есть это фактически будет еще один лишний альтернативный. Как вы имеете в виду кого? Франция, Голландия? Были компании, которые из Франции, Германии, Нидерландов компании, Италии, и, соответственно, все эти компании на данный момент отказались. Во-вторых, еще нет решения Европейской комиссии об утверждении этого проекта. В-третьих, хотя здесь есть споры, есть ли полномочия Европейской комиссии, подпадают, не подпадают под юрисдикцию третьего энергопакета, но это большая дискуссия. И третьих, также должны получить разрешение на строительство этого проекта в стран, через территории которых проходят территориальные вводы. Но они пока этого не дают согласия. Потому что тоже понимают, что это уменьшит конкуренцию, этот проект, что этот проект, он политический, что этот проект может также навредить энергетической безопасности региона, не только Украины. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня были гости в нашей студии. Народный депутат Украины, член комитета по вопросам топливоэнергетического комплекса Наталья Кацар-Бучковская была сегодня нашим гостем.